А как же провозглашен центр долголетия? Какое же долголетие, если сейчас люди наносят серьезный моральный страх? Москва большая, нас всех на улицу погоняют. А как только создали систему дистанционного электронного голосования, я вижу эту ситуацию совершенно четко так. Люди старшего поколения оказались просто не нужны. Если закроют, у нас не будет общения. Мы замкнемся по своим норкам. И все. Дорогие друзья, мы с вами находимся на улице Малая Дмитровка. За моей спиной прекрасный особняк. Великолепное здание. Это городская усадьба конца аж 18 века. В этом здании бывали Глинка, Гоголь, Циучев, Жилаксаков, семья Аксакова. Семья архитектора Клейна. А до последних дней здесь находился центр социального обслуживания населения. То есть вот такой прекрасный дом был отдан людям, которые нуждались в поддержке. Или людям старшего поколения, которые проводили здесь свой досуг. Но принято решение, такое довольно тайно калуарное. И сейчас там рвут документы. Людям фактически официально никто ничего не сообщил. Но они убиты известием о том, что их дом, их родной дом, их дом, ставший родным, закрывают. Вчера мы были у директора этого учреждения. И она нам на голубом глазу говорила, что нет, что вы что вы, ничего такого. А на столе у неё, прямо перед нашим носом, лежала бумага о реорганизации центров социального обслуживания. Ой, какое сложное вообще занятие. На самом деле, на самом деле, всё это, как всё на свете, это делать привычки. Да. Вот, кажется, катай шарики, да? А как всё сложно. Катяна, я к вам подошла, просто увидела, что вы выходите из этого здания. Ну, просто расскажите, вы давно там посещаете это здание и вообще, что значит оно для людей старшего поколения? Оно незаменимое для нас, это здание, потому что я лично хожу 23 года. Вот, здесь всевозможные занятия по интересам, кружки, физкультура. Очень прекрасный преподаватель физкультуры. Она нас учит правильным упражнениям, делает всякие зарядки. Художник Юра, который нас учит живописи, люди за год уже могут рисовать картины. Вы можете сами полюбоваться, зайти вниз и увидеть эту красоту. И техники учат, и кисть как держать. Ну, всё, понимаете, это искусство. А, Людмила Николаевна, меня интересует такой вопрос, да? Вот, ходили к вам люди, писали такие красивые, будем назвать, полотна. Вот, скажите, пожалуйста, значит, что теперь будет с этими людьми, с их желанием творить? Если закроют? Да. Значит, мы быстро умрем. Просто у нас не будет желания жить, у нас не будет общения. Мы замкнёмся по своим норкам, и всё, и тоскать. А как же вот провозглашён центр, как там, долголетия? Московская полголетия. Какое же долголетие, если сейчас людям наносят серьёзный моральный взгляд? Ну, сейчас мы переживаем стресс. Да, сейчас это так и есть. У нас просто большая категория наших учеников болеет. Это вот наши выставки, публикации в центральной прессе. Ну, это Григорьевна Пескина, старейший наш художник. Сейчас ей 96. Вот её работа. Представляете? Вот она писала... Давайте так, чтобы не отсвечивала. Было 95 лет ей, представляете? Вот это она написала в возрасте 95 лет, да? Вот так она выглядит. Вот её подруги, наши соратники. Что всё вот так талантливо и серьёзно. Я думаю, ну так, люди чего-то тут рисуют. А это же настоящая дождьная полоска. Вот мы в работе, в общем-то. И самое главное, что мы делаем. Вот мы делали выставку библиотека Ленина. Мы делали памятный вечер памяти Марии Вариантиновны Попович. Постоянно делаем космический. И вот, в общем-то, Ленина Талант принесла работу для работы о космосе. Все праздники мы делаем в Киеве на экспозицию. Мы дружим с Италией. У нас наши художники, пенсионеры, у нас должна была состояться обмен. Наши пенсионеры идут в Италию. А их уже приезжали и пенсионеры, и студенты. Скажите, пожалуйста, вас вот сейчас-то вот что сказали, предупредили? Вообще, как вы? Я лично узнала и нечаянно. Вы рассказывали о том, как вот замечательно у вас физкультуру проводили, да? Вот эти все преподаватели, они сейчас куда пойдут? На улицу. Я сама сейчас вот разговаривала, была у девушек, которые долголетием заниматься. Они говорят, ну, Москва большая, нас всех на улицу погоняют. Теперь этот особняк, ну, нетрудно понять, что кому-то потребовался, скорее всего. Вот, его завесят какими-нибудь шторами, а внутри все выкаривают для какого-нибудь Газпрома или кого-нибудь еще. А в целом по Москве зачем потребовалась эта перетурбация накануне выборов президента? Во сколько она обойдется бюджету? Не напоминает ли вам всю эту ситуацию с накрывшейся фирмой, меняющей свой статус? Чтобы депутат Шувалова, то бишь я, не шумела, обещают пока, наверное, до осени, до смены депутатов Мосгордумы, оставить здание на Малой Дмитровке московскому долголетию. Московское долголетие отправили в бывшее помещение ЗАГСов, а особняки ЦСО, скорее всего, отдадут нуждающимся олигархам. На земляном валу уже вместо Таганского ЦСО работает центральный офис ГБУ Московской долголетия. Как нам сказали, этот ГБУ будет организовывать деятельность пенсионеров по клубному принципу, то есть по принципу самоорганизации. Увольные сотрудники ЦСО, а таких очень много, пояснили, что их заменят клиринговые компании. Думаю, не надо объяснять, какие фирмы будут выигрывать тендеры, как и с кем делить прибыль. Татьяна Георгиевна, а как вы считаете вообще, почему это делается? То есть почему вот это случилось? Какая была необходимость? Вы же посмотрите, какое прекрасное здание. Это необыкновенное здание, это историческое здание. Почему, вот, например, до сих пор, да, вы знаете, что только что прошли выборы мэра, да, несколько месяцев всего прошло, почему до этого они вас, ну, можно сказать, так вот привечали, да, оказывали вам внимание, а теперь вдох как обрубила. Вы знаете, нам до 19-го года оказывали помощь, значит, пенсионерам, в виде того, что раз в год можно было получить какую-то электронную технику, там, пылесос или какой-то запч... Я лично плиту получила газовую. Потом даже компьютер. Интернет нам давали. Компьютер. И мы на этом компьютере, я сейчас пользуюсь этим. Это незаменимая вещь. Знаете, что самое противное, гадкое и мерзкое, как я считаю, как я вижу эту ситуацию? Самое гадкое это то, что до того, как возникла система дистанционного электронного голосования, людей старшего поколения всячески окучивали. Им делали подарки, к ним ходили, перед ними расшаркивались, поздравляли с праздниками. А как только создали систему дистанционного электронного голосования, когда уже можно не спрашивать людей старшего поколения, и с помощью этой системы делать то, что делается, судя по всему, ну вот я вижу эту ситуацию совершенно чётко так, люди старшего поколения оказались просто не нужны. Но попробую ещё раз обратиться хотя бы к высшим руководителям государства. Может быть, кто-то услышит и поймёт, что это непорядочно и даже преступно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...